Страхи Лукашенко. Для диктатора Лукашенко удержание населения в состоянии постоянного страха крайне важно и имеет несколько ключевых причин, связанных с его стремлением сохранить власть и жестко контролировать общественный процесс. Рассмотрим эти причины и их последствия более подробно. Поддержите это видео лайками, подписывайтесь на YouTube-канал. Распространять правду о том, что творит диктатор, для нас всех, я думаю, очень важно. Для сохранения незаконно захваченной власти используется подавление накомыслия буквально во всем. И именно страх позволяет на данный момент подавлять любую форму и накомыслия и протестов. Люди, испытывающие страх перед репрессиями, менее склонны к активным действиям против режима, что пока и помогает Лукашенко удерживать контроль над ситуацией. Также страх способствует созданию атмосферы, в которой демократические силы, которые борются с режимом, воспринимаются как угроза. И это укрепляет создаваемый авторитарный порядок и предотвращает любые попытки демократизации. В условиях созданной атмосферы страха и контроля над населением, стая лукашенковского окружения формирует необходимое им послушание и дисциплину, чтобы люди боялись последствий даже за выражение своего мнения, становились более послушными и несклонными к сопротивлению. Также перманентное запугивание населения позволяет режиму создавать условия для социальной изоляции как активистов, так и в целом создает атмосферу ограниченного и настороженного общения между нами, между людьми, между белорусами внутри страны. Когда люди видят, что их соседи подвергаются репрессиям, они могут предпочесть оставаться в стороне по причине банального страха за себя и своих близких. Белорусы боятся организовываться, поскольку не уверены, что их действия останутся незамеченными и безнаказанными. Это позволяет режиму легче управлять экономическими и социальными процессами. Держание населения в страхе помогает Лукашенко контролировать распределение ресурсов и финансирования. Угроза репрессий делает население менее склонным к выражению недовольства по поводу социальных и экономических проблем. Просто белорусы боятся в данном случае высказать свою точку зрения о том, что делается во власти. А поддержание в стране страха позволяет Лукашенко оправдывать действия силовых структур и представлять репрессии как якобы необходимость борьбы с врагами народа, экстремизмом, экстремистами, террористами, терроризмом, что в свою очередь увеличивает неконтролируемое финансирование и поддержку правоохранительных органов. Также созданная атмосфера страха в стране используется для манипуляции общественным мнением по поводу мнимых внешних угроз и создания иллюзий безопасности только при существующем режиме Лукашенко. С помощью тотального контроля и угроз, преследования и репрессий население страны все больше изолируется от альтернативных источников информации внешнего мира. Просто боится слушать, смотреть альтернативную точку зрения. Я надеюсь, что все, кто сегодня смотрит, смогут это сделать и в дальнейшем. И для нас это очень важно, потому что безопасность прежде всего, и мы всегда вас об этом предупреждаем, но очень важно знать правду и очень важно ее распространять. Подписывайтесь на YouTube канал и лайкайте это видео. Лукашенко пытается методично сковать белорусов цепями страха. Однако, как у любой медали, у страха тоже есть оборотная сторона. И этой стороной является страх самого Лукашенко и его окружение перед неминуемой ответственностью за все страдания и страхи белорусского народа. Созданная режимом Лукашенко атмосфера страха, хотя и служит инструментом контроля для удержания власти, в конечном итоге обернется против него и приведет к его свержению. И Лукашенко хорошо это понимает. Думаю, что понимает. Когда население постоянно сталкивается с репрессиями, запугиванием и насилием, страх в определенный момент превращается в ненависть и решимость. Люди осознают, что бояться больше нечего и что раньше они боялись режима, чтобы выжить, то теперь, чтобы выжить, надо противостоять и сопротивляться режиму. И Лукашенко этого боится. Постоянные репрессии со стороны режима создают у населения понимание того, что государство при узурпировавшем власть в стране Лукашенко не защищает права и интересы граждан, а наоборот лишает этих прав. Это ведет к потере легитимности режима и повышению недовольства. И вот, кстати, последнее время, с кем не общаюсь из Беларуси, именно звучит это слово. Злость. Злые на режим. Уже настолько это все достало. С распространением информации об истинном уровне репрессий в стране население все больше осознает истинную опасность режима Лукашенко. И страх все больше перерастает в решимость и желание противостоять и сопротивляться. И Лукашенко этого боится. Фактически, в Беларуси идет процесс взаимного развития страхов, как со стороны населения, так и со стороны сторонников Лукашенко и его самого. И точка невозврата столкновения неминуемо приближается. И Лукашенко этого боится. Но уже сегодня созданная атмосфера страха негативно влияет на развитие экономики страны, а соответственно и на финансирование удержания узурпатора Лукашенко власти. Как в народе говорят, за что боролся, на то и напоролся. Постоянный страх перед репрессиями и отсутствием правового государства отпугивает как отечественных, так и иностранных инвесторов. Они предпочитают избегать вложений в страну с нестабильной политической ситуацией, что приводит к снижению объемов инвестиций. И это уже достижение Лукашенко. В кавычках. Местные компании, боясь проверок и репрессии становятся менее склонными к расширению или инновациям, что сдерживает экономическое развитие и замедляет создание новых рабочих мест. И это тоже достиг Лукашенко. Атмосфера страха и террора в стране ведет к утечке мозгов, когда высококвалифицированные специалисты покидают страну в поисках безопасных условий для жизни и работы. Это приводит к дефициту талантливых и профессиональных специалистов и снижению конкурентоспособности экономики. И этого также добился Лукашенко. Страх негативно сказывается на моральном состоянии работников, что приводит к снижению производительности труда и ухудшению качества работы. И это тоже успех Лукашенко. В условиях страха и неопределенности люди часто начинают экономить и ограничивать свои расходы. Это ведет к снижению потребительского спроса, что в свою очередь негативно сказывается на бизнесе и экономическом росте. И это очередная экономическая победа Лукашенко. Создавая тотальную систему страха и репрессий в стране, Лукашенко сам, как трус, лживое существо по природе, боится всего и везде. Ведь подавление и репрессий присущи в политике только тем, кто боится проиграть в открытой, честной, конкурентной борьбе. Он боится белорусов, боится соседних стран, боится своего окружения, боится своего хозяина, боится своих посиневших пальцев, боится старости. Но больше всего он боится неминуемой ответственности. А она будет. И по всем счетам придется заплатить сполна. Поддерживайте нашу работу, прежде всего наших юристов. Эта помощь очень важна. На нашем телеграм-канале мы опубликовали, опубликуем в ближайшее время несколько шагов, которые мы предпринимаем в направлении достижения ответственности. Над этим работают наши юристы. И ваша поддержка нам необходимо. Распространяйте это видео, мы победим. Живи Беларусь!